Итак, добрый день! Вы долго этого ждали, и мы с вами открываем новый цикл уроков по архикаду с нуля. Будем производить все необходимые настройки, планомерно перейдем к проектированию, к этапам моделирования, и построим самую стандартную для моего канала задачу, это построить дом самый примитивный и обучаясь определенным навыкам выполнения. То есть это не будет просто вы смотрите, я там строю какую-то стену и все. Это неинтересно. Я буду рассказывать, какие я буду функции применять, какие мы с вами будем активировать дополнительные функции для быстрого элемента моделирования и так далее. Если вам нравятся мои видео уроки, не забывайте подписываться, это очень, во-первых, греет душу, во-вторых, стимулирует меня на запись новых видео уроков. У нас присутствует также обратная связь. На все комментарии я стараюсь реагировать оперативно и отвечать на них. И в сообществе выкладываю новую информацию о будущих роликах, устраиваются голосования различных тематик, следующих видео уроков и прочее. И стараюсь их опять же все учитывать. Вот. Ну будет еще отдельное видео по общению и ответу на вопросы, которые косвенно только затрагивают наш канал. Я работаю в 24-й версии Архикада. После первого запуска программного продукта мы попадаем с вами в первую рабочую среду, в которой есть, во-первых, открытие создания нового проекта, также есть нахождение файла, который присутствует, возможно, вы уже работали с чем-то, а Teamwork для настройки той же самой активации совместной работы, если несколько человек выполняет проект совместно. Дополнительные настройки параметра, завершение автокада нашего Архикада и в первоначальном запуске, да и в дальнейшем у вас появляется окно вспомогательное, в котором будет пояснение, ссылка, демонстрационный материал о первоначальных навыках, что мы можем изучить. Но также эта информация есть внутри самого Архикада. Мы вкратце ее сегодня затронем. Мы с вами для начала создаем новый наш проект. У нас с вами появляется окошко создания нового проекта, в котором присутствует шаблон, он по умолчанию, базовый, который использует Архикад. Если вы уже работали с каким-либо другим шаблоном в выпадающей менюшке, у вас появится сохраненный ваш шаблон, мы потом научимся с вами создавать шаблоны и работать с ними. Я буду специально работать в чистом, голом Архикаде и настраивать вместе с вами и обучать тем самым. Дальше что? Профиль окружающей среды. Их достаточно много. Каждый из них отличается по заполнению. Той же самой панели навигации, панели основных команд. Самый гибкий и обычный я люблю его использовать. Это профиль Архитектора. Вы потом можете запустить, посмотреть различия между ними. Сейчас я на этом заострять внимание не буду. По умолчанию, даже при первом запуске программного продукта, вот последний используемый профиль, он будет выбирать его. Открываю новый наш проект. Сейчас программа немного подумает и загрузит тот профиль, который у нас присутствует при первоначальном запуске самого программного продукта. Зависит от того, где у вас установлен на самом деле Архикад. Это может быть SSD-шка, либо обычный носитель. Да его даже на флешку можно установить. Зависит скорость активации того же самого шаблона, с которым вы работаете. Итак, сейчас пропадет у меня панелька. Что мы делаем теперь? Перед первоначальном запуске нашего программного продукта, во-первых, мы попадаем с вами в основную нашу рабочую среду. На ленте я особого внимания заострять не буду. Основной, где у нас файл, редактор, вид, конструирование и прочее. На самом деле, пролистав их и почитав самостоятельно, вы можете изучить, скажу вкратце, что в них располагается. Во вкладке файл это основная работа с нашим файлом, открытие-закрытие, сохранение, импорт и прочее. В редакторе он у нас относится к работе с самими элементами в данном проекте. Во вкладке вид у нас настройка отображения рабочей среды основной. Во вкладке конструирование это работа с элементами конструирования. Вот то же самое, сейчас на секунду я. Настройки этажа и настройки сетки осей. И мы с вами будем это все постепенно создавать, перечитывать, и это не будет. В документах у нас с вами располагается аннотация, визуализация, различные менеджеры задач и прочее. Можно переключение между документированием. То же самое, что у нас находится в быстрой панели наших инструментов. В параметрах это параметры нашей рабочей среды, с которыми мы с вами будем работать. Teamwork, интернастройка совместной работы над проектом. Во вкладке окно мы с вами будем переключаться между видами, будем активировать необходимые панели, будем активировать необходимое табло для комфортной работы. Вы также можете их кастомизировать под себя абсолютно, под те задачи, которые вам необходимы. И потом создадим свой профиль, чтобы он у вас всегда сохранялся, и вы всегда могли открыть проект с тем профилем настроек, чтобы каждый раз не активировать окна. Предположим, пришли на другое место работы, профиль свой воткнули в архикад, открыли, и вся эта панель у вас сразу же заработала, и вы радостно приступили к выполнению поставленной задачи. Последние две функции я пока рассматривать не буду. В руководстве пользователя, если вы хотите, можете посмотреть также информационный материал по всяческим возможным элементам. Что нас интересует? Дальше. Первая рабочая наша среда. У нас с вами располагается четыре основных фасада. Сразу же. В левой части экрана у нас с вами представлена панель инструментов основных, которые сразу же имеют подписи. Их можно кастомизировать, сделать меньше. Я это сегодня еще покажу. В правой части, в зависимости от версии программного продукта, у нас с вами может быть навигатор представлен в виде синего домика. Программа хочет, особенно на маленьких разрешениях экрана, она обычно автоматически скрывается. И это представляет различные роды неудобства, особенно для начинающих. Поэтому я советую нажимать на этот домик и включать, показывать панель навигации. При помощи нее мы с вами можем отредактировать различные документации, работать с этажами, работать с нашими фасадами, работать с трехмерной графикой, все, что касается нашего проектика. Более подробно по панели инструментов. На панели инструментов у нас во вкладке «Конструирование» находятся основные элементы, которые необходимы для конструирования. Тоже самые стены, окна и прочее. Во вкладке «Проекции» это переключение между проекциями, между видами, настройки камеры, фасады, разрезы и прочее. Документирование, отметки уровня, угловые какие-либо привязки, линейные размеры, штриховки и так далее. Все достаточно просто. При нажатии клавиши «Эскейп» у нас с вами первое информационное табло, но пока по стандартной настройке. Стандартному таблу я говорить не буду, скажу так. Сегодня еще это затронем. Стандартная панель, настроек различных размеров и отображений. И привязки еще затронем. Любые панельки, которые вы будете добавлять, с зажатием левой клавиши мыши по граничной линии, которая вот представлена, вы можете их ориентировать в рабочем пространстве, так как вам будет удобно. В дальнейшем можно будет быстро найти и работать с ними. Нас интересует основная информационная модель. Во-первых, самая удобная клавиша – это быстрого выбора. Давайте посмотрим вообще, что из себя представляет при выборе того или иного элемента, нажатия по нему один раз левой клавиши мыши, что у нас будет отображаться в панели состояния. Вот верхняя, которую я двигал, у нас с вами здесь же есть и панель состояния. В панели состояния различного элемента при подсветке линии, стены, двери, до всего чего угодно, здесь появляются дополнительные параметры. Можно поменять маркировки, можно поменять путь до хранения тех или иных файлов и так далее. То есть это такая детальная настройка. Чем-то она напоминает панель свойств в Revit и панель свойств в AutoCAD. Следующее что? Посмотрим основные привязки вообще при построении. Многие скажут, а зачем они мне нужны? Скажу так, при даже базовом построении, если вы не активируете ту же самую клавишу быстрого выбора, потом будет сложно найти различные граничные значения, выделить элемент, кроме как с зажатием левой клавиши мыши. И от этого могут возникнуть различные сложности на этапе моделирования. Что нам необходимо сделать? Во-первых, проверяем в нашей основной панели, чтобы всегда был активен тот же самый магнитик. Это быстрый выбор. Покажу на примере штриховки. Построение той же самой штриховки осуществляется достаточно просто. В документировании нажатие по ней один раз левой клавиши мыши. Да, у нас мы можем переключиться между элементами черчения, мы с вами занимаемся или документацией, штриховки линии какие-либо. Но об этом еще будем более подробно говорить. Я буду проектировать просто штриховку, просто на примере какого-либо элемента. На самом деле, на примере стены можно было произвести. Я покажу на примере штриховки. Навожу какую-либо точку в пространстве нашей рабочей среды, нажимаю один раз левой клавиши мыши, строю какой-либо контур. Я вижу то, что вспомогательный, но у меня уже углы какие-то появляются. Об углах еще будем говорить. Итак, у нас при построении элемента, при активной команде, нажму Escape, быстрого выбора, у меня есть возможность выбрать как сам элемент, так и граничные его значения. Причем задержа курсор на той или иной точке конечной, либо на грани нашего элемента, она будет подсвечиваться. Она будет подсвечиваться у нас с вами зеленым цветом. Опять же, контур будет выделяться. Вот смотрите, конечная точка. Задержу там курсор. Программа сама ее определит, обведется синим. Если наведу на грань, у меня также выделится сейчас грань моего элемента. В случае, когда у вас активный, быстрый выбор, у нас также можно выбрать и сам объект. Если она не активна, я объект не могу выбрать, пока я его полностью не выделю. Нажатием один раз левой клавиши мыши за его пределами и опять же выделяю объект. Неудобно, если у вас выключена команда быстрого выбора. Так вот, задержа курсор, на самом деле это не обязательно, на конечных точках на примере, при нажатии левой клавиши мыши у вас появляются вспомогательные команды для построения нашего элемента. Я могу здесь выбрать скругление, соединение и прочее. Если наведу, опять нажимая escape, на грань нашего элемента, у меня также появляется, я могу не ждать, когда оно обведется, это просто вспомогательно для вас дается информация, которую программа сама представляет. Также, наведя на сам объект, у меня тоже появляются вспомогательные линии. То же самое, повернуть могу элемент, отразить как зеркало, сразу же автоматически. Никаких проблем в этом нет. Следующее, что нам необходимо узнать. Предположим, если вы потеряли свой объект, изначально учились, что-то там замоделировали, на самом деле, как и в Revit, двойное нажатие на колесико мышки вас спасает, он сразу же фокусирует ваш объект, пытается вписать общий в область. Либо есть команда по размеру нашего экрана, здесь настройки масштабирования у нас также присутствуют, углы поворота различные, настройки масштаба, переключения между уровнями и прочее. Так вот, нажав на вот эту лупу по размеру окна, программа автоматически, опять же, двойным нажатием левой клавиши мыши, программа автоматически сфокусирует все, что у вас было замоделировано в нашей рабочей среде проекта. Следующее. Предполагаю я, что я работаю на маленьком ноутбуке, и мне необходимо организовать рабочее мое пространство таким образом, чтобы мне было удобно. Мне уже не нужно читать, я могу и по графической картинке определить, что у меня выполняет моя команда. Нажатием правой кнопкой мыши в панели инструментов у нас есть возможность изменения панели инструментов. Мы с вами попадаем в настройки окружающей среды. Более детально еще с ними будем работать. Так вот, в настройках нашей окружающей среды, давайте я ее расширю, вот она тоже самая. Выборка, конструирование, проекция и документирование. У нас есть возможность произвести операцию с группами инструментов. На данный момент у меня показывается и пиктограмма, и название инструментов. Мне название не нужно, пускай останется только пиктограмма. Проведу настройку для всех этих элементов. Для начала, когда вы только учитесь работать с программой, нам на самом деле удобнее было бы оставить и отображение, и название. Панель можно будет сузить, чтобы выглядело более удобно и эстетично для вас. Отредактировать ее под себя. И видите, рабочее пространство у нас увеличилось. Вот таким вот образом. Но для начала работы с нашими программными продуктами, я лучше всего, для того, чтобы вы увидели, что я выделяю, и с чем я работаю, я буду показывать и пиктограмму, и название. Следующее, что мы с вами сделаем. Настроим основную панель навигации, которая нам нужна, и вообще где она располагается. Все необходимые панели у нас с вами располагаются во вкладке «Окно». Здесь нас интересует на данный момент, для начала, панели. Разберемся с основными. То, что у нас представлено в основной наборе, и он находится у нас в стандартных в основном. То, что программа представляет автоматически при открытии первого проекта. Панель инструментов. Мы уже с вами, кстати, почему они у меня отображаются снова маленькими. Дайте их расширю, чтобы появилось в подписи элементов. Так вот. Окно. Здесь нас интересуют панели. Панель инструментов, представлено в виде наших основных инструментов. Информационное табло у нас располагается снизу, там будут дополнительные комментарии. Панель состояния, где у нас находятся различные элементы выбора, в том числе и тот же самый быстрый выбор. Панель навигатор. Он у нас располагается с вами с правой стороны. И что нам интересует для, так сказать, комфортного моделирования, это панель координат. По умолчанию они никуда не привязаны. Вы можете выбрать, где они будут располагаться зажатой левой клавишей мыши. Опять же, в чужой огород я не лезу. Вы можете панели настроить для себя, активировав те или иные панели, и уже вынесите то, что вам необходимо. Может, вы с профилем работаете, либо вам необходимо сделать панель для совместной работы, Teamwork. Вы уже настраиваете его под себя. Следующее, что нас интересует, это табло команд. В дальнейшем мы с вами хотим еще в трехмерном виде смотреть наш домик и работать с ним, поэтому я сразу же выберу необходимые элементы для дальнейшего построения. Мы уже сразу же приступим к моделированию домика и отработке основных команд. Итак, нас интересует, чтобы была активна 3D-визуализация. По умолчанию умею. Ingenery Map, Constructive, Standard. Это в архитектурном шаблоне, шаблоне архитектора. Я активирую трехмерную визуализацию. Тоже перемещу, расположу рядышком с нашими координатами, чтобы они мне не мешали на данный момент и в глаза сильно не бросались. Снова окно. Табло команд. Ingenery Map я на данный момент выключу. Мне она не нужна. Вернусь. Меня интересует мини-навигатор вместо него. Вот он у нас прятался. Мини-навигатор, который также я могу перенести вниз. Обычно для работы его удобнее внизу. Переключение между основными видами, проекциями и так далее. При помощи него это делается быстрее. Следующее. Табло команд. Конструктив пока мне не нужен. Можно его оставить. Можно его пока выключить. Это ненужные пока данные для начала работы. Дальше. Окно. И наш стандарт. Это вот сверху вот эта панелька, которая у нас с вами пропала. Сейчас я ее включу снова. Стандарт. Пускай она останется. Это нам необходимо для работы с плоскостями, их измерения, переключения между слоями, измерить быстрый элемент и так далее. Постепенно будем учиться работать с каждой командой. Следующее, что нам необходимо настроить. Настроить параметры рабочей среды. В чем мы с вами будем выполнять моделирование и, соответственно, производить необходимую настройку. Также и измерительных инструментов. Для этого я перейду во вкладку параметры, параметры, рабочая среда проекта, рабочие единицы. Здесь я что настрою? Во-первых, элементы измерения. Они у нас будут располагаться в миллиметрах, точность до нуля. В одном миллиметре обычно не делают. Единицы площади. Квадратные метры. И, соответственно, количество десятичных знаков. Два десятичных знака это достаточно. Единицы объема кубические метры. Угловые выбираете необходимые. Единицы макета выбираются необходимые. И единицы измерения нашего шрифта. Тоже все это выбирается. Следующее. Перейду в параметры. Меня интересуют размеры. Размеры. Они у нас с вами располагаются во вкладке вид. Мы здесь можем настроить привязки к поверхности. Активация их, чтобы они отображались. Привязки к линиям. И настроить до базовой точки привязки. Также мы с вами можем настроить, где будут отображаться данные привязки. К чему они будут фиксироваться. И настроить самостоятельно настройки значения точек привязок. Мы с вами постепенно будем отрабатывать все эти навыки. Например, живого моделирования поэтапно. И вместе с обучением самой работы в программе построим план нашего дома. Мы с вами настроили все необходимые параметры для дальнейшего построения. Следующим этапом мы с вами будем делать оси. Расставлять их с необходимым шагом. И соответственно приступим к моделированию первоначальному базовому нашего домика. План первого этажа. Стены. Окна. Посмотрим, как все это выглядит на фасаде в трехмерном виде. И будем продолжать работать. Если вам нравятся мои видео уроки, вы знаете, что нужно сделать. Спасибо. Скоро будет еще. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok